МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. Об основных событиях пятница вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Смотрите сегодня. Не только строить, но и благоустраивать. Глава Чувашев посетил несколько строительных площадок столицы. Бросай курить. Чем обернуться любителям затянуться? Новые правила о запрете курения. Их сердца обращены к людям. Завтра в России отмечается День соцработных. 864 тысячи квадратных метров. Таков план по вводу жилья в 2013 году. Из них почти половина эконом-класса. В Чувашии 71 тысяча семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Такие цифры привели сегодня на совещание с руководителями строительных организаций. Но сначала глава Чувашии побывал на нескольких стройплощадках. С подробностями Татьяна Молокова. Этот многоквартирный жилой дом в микрорайоне Университетский 2 скоро будет сдан. Общая площадь 25,5 тысяч квадратных метров. Квартира расходится как горячие пирожки. Стоимость около 40 тысяч за квадрат не смущает будущих жильцов. В этом доме 10 квартир выделено для нужд городской администрации. А все места где будет? Вот здесь? Места по периметру и с той стороны, и с этой стороны, по периметру всей жилой группы. И плюс на дворах. Для всех хватит? На первом этаже дома запланирован частный детский сад. Его обещают сдать к осени. Михаил Игнатьев обратил внимание, что на территории мало зелени. Обещали, что к осени будут красивые газоны. В самом помещении сейчас завершается отделка. Строители говорят, работа еще на месяц. А на другой площадке уже готовят котлован. Здесь будет построен дом эконом-класса. Уже на совещании в доме правительства Николай Угаслов, генеральный директор компании-застройщика, назвал одну из проблем строителей. Проблема у нас общая – это подготовка территорий. Я не только имею в виду, нам надо ведь не только город Чебоксары, надо думать о республике, о развитии малых городов. Поэтому везде, прежде всего, основной вопрос подготовки территорий. То есть это и всякие землеустроительные дела, это, скажем, сегодня публичное слушание, кстати говоря, генеральные планы развития. Всего в столице 44 строительных объекта. В этом году необходимо сдать около 300 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть плана – жилье в микрорайоне Садовой. Здесь стоимость квартир несколько ниже. Народ верит, дома поднимаются, дома строятся, так что дома покупаются, и все напрямую. В этих домах выполнены практически все работы. И осталось решить вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Именно эту проблему поднял Владимир Ермолаев. Есть вопросы, которые на ровном месте возникают. По водоснабжению. Новый суперсовременный насос мы построили. Совершили, может быть, какие-то маленькие ошибки. На сегодняшний день два дома. В одном доме 300 квартир, в другом 100 квартир. 400 квартир не может подключаться к воде. Михаил Игнатьев поручил председателю кабинета министров и руководству столицы сделать все, чтобы противоречия между строителями и ресурсоснабжающими организациями разрешились в пользу будущих жителей. 19-этажный жилой дом по улице Гайдара – один из самых высоких в городе. Здесь запланировано 163 квартиры. Общая их площадь – более 8 тысяч квадратов. В таких высокоэтажных зданиях соседние дома маленькие возмущаются, что там солнце закрываем, и другое, пятое, десятое. Здесь по инсталляции нормально все. А? Здесь по инсталляции нормально все. Это вы говорите. А жители малоэтажных домов там по-другому говорят. В общем, по эскизному проекту, по всем нормам градостроительного кодекса, все нормативы, все стандарты практически соблюдены, да? Да, конечно. Для этой точки зрения. Проект планировки у них дальше уходит в зону застройки туда вниз. То есть поэтажность будет меняться. В район Кастагорье полностью будет застраиваться. К этому застройщику у главы возникло несколько вопросов. По словам министра строительства, руководство компании города не могут договориться о выделении квартир для предоставления социального жилья нуждающимся. К сожалению, со стороны Старкова нет должного взаимопонимания именно по соглашениям социальных групп населения, то, что мы совместно с городом делаем. То есть как бы тут со стороны органов власти... Ну, определенную часть надо решать, я тоже поговорю. Решаем. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что территория вокруг должна быть благоустроена. Школа по соседству отремонтирована. Глава Чуваши также отметил, что строительство – выгодный бизнес. Все экономические условия способствуют его развитию. Нужно выполнять и социальные обязательства. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Задумались ли вы когда-нибудь, где вы живете, и что каждый из нас сделал для своего района, села, деревни, в которой живет? Маленький принц в известной сказке Сент-Экзюпери говорил, проснулся утром, приведи в порядок свою планету. Подобную мысль высказал и глава республики, посетив накануне Чебоксарский район. Каждый житель должен внести посильный вклад в развитие территории своего населенного пункта. Подчеркнул Михаил Игнатьев. А сколько сейчас в Атлашево занимающихся подростков вообще спортом? Массовым спортом? Массовым спортом? У вас же в школзале и спортзале тоже есть? Да, там занимаются около ста человек. Ветераны, дети должны улыбаться, выходя на улицу. Поэтому мы обустраиваем дворы, подчеркнул глава республики. По словам местных жителей, поселок Новая Атлашева преобразился. Впервые за последние 20 лет сделали капитальный ремонт дорог. Да и дворы обустраиваются. Появляются красочные детские площадки, идет ремонт местного спортзала. Все же без замечаний не обошлось. Михаил Игнатьев отметил, что мусор надо убирать лучше. И в глаза, как назло, бросились припаркованные на газонах машины. Глава рекомендовал привлечь самих жителей к оборудованию парковок во дворах. Подобную практику можно перенять у города. Надо бордюрчики хорошие, маленькие поставить, вокруг облагородить и все. Вокруг будет еще красивее. Следующий пункт назначения – поле возле деревни Тепнеры. Здесь заготавливает корм для животных агрофирма «Альдеевская». Одно из крупнейших хозяйств в районе. По молоку прибыль. По отделению животноводства убыток полтора миллиона. Мяса в цене? У нас мяса и мало, у нас только сейчас. А в этом году, если не в плюсом, то в ноль выйдем. Строящийся детский сад в поселке Кугесе пока мало чем напоминает веселую страну детства. Его могут посещать 240 малышей. Только когда он откроется, пока сказать сложно. Подрядная организация «Парнас» должна была сдать объект еще в апреле 2012-го. До сих пор выполнены только общестроительные работы. Глава отметил, что «Парнас» уже не в первый раз срывает сроки сдачи социально важных объектов. Выиграли этот конкурс, то должны показать, что вы состоятельная, подрядная строительная организация, имеющая лицензию, умеете работать и строить вовремя, несмотря на те изделия, о чем сейчас вы говорите. 240 детей сегодня страдают. Глава поручил руководителям Минобразования, Минстроя и районной администрации обеспечить сдачу детского сада к первому сентябрю. Иначе спрос со всех будет строгий, подчеркнул он. Строительством другого объекта в поселке Кугесе Михаил Игнатьев остался доволен. Пятиэтажный дом по улице Советская сдадут ко дню республики. Новоселье здесь правят пять ветеранов войны, четыре молодые семьи и две семьи, проживающие в аварийном доме. Очень хорошо стало. Стадион сделали, потом улыб сделали, плавательный бассейн есть, благоустройство улицы, очень приятно смотреть. Здесь, в Центре культуры поселка Кугесе, прошло расширенное совещание с участием главы республики. Один из важных вопросов в очередной раз – земли сельхозназначения. Именно в Чебоксарском районе много нарушений по их использованию. Спрос глав поселений оказался нешуточным. Глава отметил, что собрались с представителями района не хвалить и чествовать, а обсуждать проблемы и недочеты. На сегодня в Чебоксарском районе право собственности на земли сельхозназначения оформлено около 19 тысяч гектаров. Это почти 67% от общей площади участков, предоставленных в долевую собственность. Больше всего невостребованных земельных долей в Чешкосинском, Янышском и Акулевском сельских поселениях. Земельные участки нужно оформлять и получать с физических и юридических лиц налоги. При необходимости обращаться в суд, подчеркнул Михаил Игнатьев. Земельные участки в Чебоксарском районе являются предметом бизнеса. Покупают за одну цену, перепродают сотни раз дорожек. Это бизнес. А бюджет теряют. Потенциал у Чебоксарского района очень высокий по сравнению с любыми муниципальными образованиями. И его надо использовать. Администрации работать эффективней. Подвел итоги визита в Чебоксарский район глава республики. Активным старостам населенных пунктов вручили почетные грамоты. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Сегодня в Чебоксаре в Доме правительства звучал турецкий язык. Премьер-министр Иван Маторин встретился с генеральным консулом этой восточной страны. Визит к председателю кабинета министров не был первым в рабочем графике консула. До встречи с Иваном Маториным представитель турецкого государства пообщался с министрами республики. На встрече с министром экономики мы обсудили варианты нашего сотрудничества. Также обсудили с заместительным министром культуры варианты нашего сотрудничества в сфере культуры. Кроме того, с мэром города Чебоксара мы обсудили обе стороны и экономические, и культурные взаимодействия. Мне приятно, что вы в течение дня на встрече с моими коллегами водотворно и активно поработали. Чувашка республика традиционно связывает дружественные отношения с турецкой республикой. Есть контакты у города Чебоксара с городом Анталия. Чебоксара с городом Анталия. Есть интерес к проекту турецкий предприниматель. Сотрудничество в сфере образования уже налажено. Это отметил представитель Турции после того, как побывал в университете и пообщался со студентами своей страны, которые учатся в Чебоксарах. Также генеральный консул поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию визита. В эти дни в приемной партии «Единая Россия» проблемы жителей республики пытается решить сенатор Чувашия Галина Николаева. Основные из них – это проблемы ЖКХ, вопросы оказания медицинских услуг, помощь в организации обучения и получении мест в детских садах. Руководство республики обещало выполнить программу предоставления местами в детских садах наших детей к сентябрю 2013 года в возрасте от 3 до 7 лет. И вот до 2016 года вопрос будет решен практически от полутора и до трех лет. Я надеюсь на то, что некоторые наши граждане, конечно же, дождутся. Проблем у жителей Чувашии много, но решить их можно и нужно, отметила Галина Николаева. Правда, бывают вопросы, которые требуют долгого разбирательства. Наша же задача не такая, чтобы вот здесь, как волшебной палочкой, принимать решение, и чтобы все отсюда уходили довольные. Наша задача – выслушать, узнать, называется, например, сегодня, есть ли возможность для решения, потому что наши решения должны быть понятны, они должны быть законны. Обратиться в приемную с вопросом может любой житель Чувашии. Нужно лишь заранее записаться по телефону. Практически неделю работает антитабачный закон. Правда, пока в силу вступили только некоторые его положения. Теперь курить нельзя на рабочих местах, в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, на автобусных остановках, лифтах и на лестничных клетках, а также на детских площадках. О том, как закон будет работать дальше и что делать курильщикам, говорили на брифинге в Министерстве здравоохранения Чувашия. Запрет на курение будет действовать в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта в помещениях органов государственной власти, в школах и вузах. На предприятиях курить разрешается, но в специально оборудованных помещениях. Минздраве отмечает, что антитабачный закон по большому счету не направлен на то, чтобы курильщики искали место, где можно выкурить сигаретку. Призывают бросить вредную привычку. Нет никакой правовом акте и конституции не записано в правах курильщика. Есть в конституции права каждого гражданина на чистый воздух. Принятый антитабачный закон не строже аналогичных законопроектов в других странах. И чтобы все же не шокировать население полным запретом, правовой акт будет внедряться постепенно. Ужесточенная борьба с курением в поездах дальнего следования начнется с 1 июля следующего года. Только через год запрет на курение будет введен на платформах, самолетах, на судах дальнего плавания, в помещениях, где предоставляются бытовые услуги, в ресторанах, кафе и гостиницах. Ни реклама, ни открытые продажи. Сигареты исчезнут с поля зрения. Информации для курильщиков, которые пока не задумались потушить окурок раз и навсегда достаточно. Для тех, кто уже подумывает бросить курить, чем быть изгоем общества, может быть предоставлен полный пакет помощи. Участковый терапевт может провести разъяснительную работу, определить у курильщика степень зависимости. Если устная профилактика не даст результат, не стоит отчаиваться. В школах здоровья также будет оказана профессиональная помощь зависимым табакокурением. Структура, которая непосредственно оказывает, так скажем, не только медицинскую помощь в отказе от курения, но и по другим факторам риска. То есть у нас в настоящий момент существует четыре центра здоровья, то есть где непосредственно каждый гражданин, не только курящий, но и не курящий, могут эту помощь получить. То есть здесь имеется в виду что? То есть иногда бывает так, что обращаются родственники. Скажем, муж курит, или там брат курит, то есть как ему помочь. То есть они обращаются, подходят, то есть и врач уже дает профессиональное консультирование. То есть здесь врачи, которые работают, они все прошли специальное обучение на базе медицинских вузов, то есть в частности это Московская медицинская академия, то есть проводила специальный такой цикл, именно касающийся обучения по отказу от курения. Политетский Чебоксар пока ограничится устными замечаниями в адрес нарушителей антитабачного закона. Прибегать к карательным методам не станут. Возможно, что сознательные горожане станут исполнять закон и без выписывания штрафов. Сейчас в Госдуме рассматривают поправки в закон об установлении штрафных санкций. Курение на неустановленных местах там где-то порядка тысячи-пятьсот рублей. Под продажей табака несовершеннолетним, если продают граждане, штраф будет от 10 до 20 тысяч рублей. С конфискацией продукции. А если предприниматель организует его, 30 тысяч, 50 тысяч. А сейчас до сих пор было одна тысяча рублей только. Впрочем, пока все водители стали пристегиваться в автомобилях, было уплачено немало штрафов. Как отмечает в Минздраве России, реализация всех мер, которые есть в законе, позволит пусть постепенно, но все же сократить количество курильщиков на 50%, при этом снизить смертность от заболеваний на 200 тысяч в год. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в России отмечают профессиональный праздник работников социальной защиты. Эта служба – одна из старейших в стране. Указ об определении в домовых святейшего патриарха богодельной нищих и больных и престарелых Петр I подписал 8 июня 1701 года. По указу Петра I для 10 человек больных в богодельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил. Со времен царя-реформатора конечно многое изменилось. Сегодня на попечении каждого соцработника вовсе не 10, а гораздо больше больных, немощных, обездоленных людей. И каждому нужна не только помощь, но и душевное тепло, внимание, любовь. Мы должны сделать так, чтобы никому в Чувашской республике не было плохо. Мы должны сделать так, чтобы все чувствовали наше тепло, нашу заботу и чтобы все были довольны на сегодняшний день жизнью. Сегодня республиканская армия добра и милосердия насчитывает более трех тысяч человек. Именно они приносят продукты, лекарства, поддерживают уют в домах пожилых людей и инвалидов, берут под свое крыло оставшихся без крова, защищают одиноких мам, попавших в трудную ситуацию, заботятся о неблагополучных семьях, помогают приемным родителям подружиться с детьми. Ваш труд, ваш труд, конечно, очень почетный и очень ответственный труд. От вашей работы зависит социальное самочувствие и вообще создается атмосфера доверия к власти или атмосфера возмущения. В республике могу докладывать общественно-политическая ситуация такая ровная, жители, сейчас я по муниципальному образованию езжу, общаюсь с ветеранами разных возрастов, говорят, живем хорошо. Вручая государственные награды, глава Чувашей заметил, в следующем году их будет больше. Ведь те, кто добры и милосердны, по определению достойные люди. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика. Детский церебральный паралич, аутизм и болезнь Дауна. Дети с таким диагнозом обречены на пожизненную инвалидность. Но современные законы, требуют от них каждые два года проходить медкомиссию и заново подтверждать это. Сейчас готовится проект новой редакции так называемого закона об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Детей-инвалидов включат в число адресатов социального обслуживания. Проект уже прошел общественное обсуждение. Принимаются меры, чтобы ускорить его принятие. Не зная броду, не лезь в воду. Эту поговорку наверняка знают все, однако на практике народной мудростью нередко пренебрегают. Лето еще только началось, а в Чувашии уже утонули несколько человек. 64 человека республика потеряла в 2012 году из-за несчастных случаев на воде. Летом 2013 уже пять человек утонули. Среди них два ребенка. Для купания оборудуют места, обследуют дно, организуют работу спасателей. Только вот жители от подобной заботы зачастую отказываются. Первая причина, наверное, если так назвать, это на летний период купание в необорудованных местах. В целом, по республике у нас на сегодняшний день 11 пляжей открыты. Предстоит еще открыть пять пляжей, то есть официально 16 пляжей. Это на Волге, на Суре. Кроме того, море по колено бывает тем, кто лезет в воду под градусом. В жару в сельские местности привезли сено, привезли дрова, сели, покушали, выпили, прыгнули, прыгнули пятером, выплыли четвером. В итоге, ищем, ищем, находим уже поздно. Это буквально вот такой факт у нас буквально 10 дней назад в Ядринском районе. Специалисты в очередной раз вынуждены напоминать, чтобы отдых не закончился трагедией, выбирайте для купания только официальные проверенные места. Не оставляйте в воде без пересмотра детей. Не входите в воду после длительного пребывания на солнце. Также опасно плавать на надувных матрасах, особенно там, где есть течение. Эти простые правила могут сохранить жизнь. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. Сегодня день памяти Аркадия Павловича Айдака. Ему исполнилось бы 76 лет. Про него известный чувашский поэт Яков Ухсай сказал «Я нашел героя нашего времени». Окончив Чувашский педагогический институт, Аркадий Айдак намеревался стать учителем русского языка литературы, но вместо этого попал на комсомольскую работу. Впрочем, это не было призванием. И совсем скоро Айдак становится председателем колхоза. Причем колхоза не богатого. Но, кажется, именно это привлекло молодого максималиста, борца за социальное равенство и справедливость. Айдак был глубоко убежден, земле требуется совсем немного, только любовь и умелые руки. И того, и другого у ядренцев оказалось достаточно. Постепенно, шаг за шагом, восстанавливали они пашню, изъеденную эрозией, из-за врагов сделали пруды. 56 искусственных водоемов решили проблемы ирригации полей, а заодно пригодились для рыбоводства. В начале 90-х годов колхоз «Ленинская искра» стал базовым опытно-показательным хозяйством по охране окружающей среды и рациональному природопользованию Минприроды России. Межрегиональный образовательный форум «Молгород» в самом разгаре. Погода стала прохладнее, но это не мешает участникам ни веселиться, ни учиться на свежем воздухе. Все площадки работают по расписанию. Сегодня на одной из них пиар и журналистика свой мастер-класс провело и национальное телевидение «Чувашия». Я бы сказала, что завод довольно-таки большой и очень огромное количество мусора сможет переработать. И сейчас Максим Александрович, главный технолог этого завода, расскажет нам поподробнее. Максим Александрович, скажите, пожалуйста, вот как после того, как мусор будет поступать на ваш завод, как он будет распределяться? У нас есть три цеха по переработке картона. Завод оказался вымышленным, как и три цеха по переработке картона. Да здесь и факты были не особо важны. Ребята придумывали новости на ходу. Сюжеты тут же складывали в один информационный выпуск новостей. Такую форс-мажорную ситуацию эксперты создали специально, чтобы показать жизнь в прямом эфире. Именно так назывался мастер-класс национального телевидения «Чувашия». Редактор Галина Титарчук, оператор Евгений Анисимов и режиссер Валентин Петров рассказали о командной работе на телевидении. Как организовать работу на съемочной площадке, какие условные знаки подают журналисты-операторам, какими приемами пользуются на интервью. Секреты телевизионного процесса участники форума и применили на практике, перевоплощаясь в разных персонажей от рок-звезды до главы республики. Возможно, среди них эксперты увидели и будущих коллег. Сегодня завершаются гастроли театра оперы и балета Республики Башкортостан. Артисты представили чувашской публике спектакли «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Корсар» в постановке выдающегося хореографа нашего времени Юрия Григоровича. Уже завтра в Башкирии ответные гастроли нашего театра оперы и балета. В Уфе покажут оригинальный балет «Лолита», музыкальную сказку «Игру хрустальный башмачок», «Одноокные балеты», работает выставка «Материальная культура башкирского народа». Вниманию зрителей представлены изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальных костюмов и уникальный экспонат «Башкирская юрта». Словом, есть куда заглянуть в субботу и в воскресенье. Так что, удачных вам выходных и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok